Сейчас мы просто отдыхаем, но сзади меня в УСК Подмосковья проходит ожесточенный финал всероссийского проекта мини-футбол вузы. Ребята участвуют в трех лигах золотой, серебряной и бронзовой. Начиная с 4 мая и по 10 число включительно проходил 11 сезон этого масштабного проекта. Более ста команд из городов по всей России сразились в непростых футбольных поединках. Основной целью мероприятия является вовлечение молодежи в занятия этим крайне интересным перспективным видом спорта. Ведь кто знает, возможно ребята, играющие сейчас на любительском уровне, когда-нибудь дойдут до уровня национальных сборных. Отличная площадка, хороший паркет, мяч ходит идеально. Только положительные эмоции. 5-0, это победа, финал. То есть все отлично. Полный стадион, болельщики, эмоции. После завершения матча во всех трех лигах состоялась торжественная церемония награждения команд. В ней приняли участие исполняющие обязанности главы городского округа Щелкова Сергей Горелов, генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, президент Ассоциации мини-футбола России Миль Алиев и многие другие. В качестве почетных гостей на финальных играх сезона присутствовали футболистки сборной России по мини-футболу, обладательницы бронзовых наград женского чемпионата Европы. Стоит отметить, что в составе бронзовых призеров Евро-19 играют четыре девушки, которые в прошлом являлись участницами проекта мини-футбол-вузы. Также немаловажно сказать, что площадка УСК Подмосковья была выбрана для проведения финальных игр отнюдь не случайно. Наш стадион очень вместительный и комфортабельный для проведения подобного рода матчей. Также Щелкова уже несколько лет проводит на своей территории организацию аналогичного проекта – мини-футбол школы. И наш городской округ неоднократно доказал, что нам этот вид спорта по-своему близок и любим. От себя, от мини-администрации хочу поблагодарить президента ассоциации мини-футбола России Эмилия Алиева за то, что в очередной раз они доверили нам и разрешили провести финальные мероприятия здесь на базе спортивного комплекса Подмосковья в Щелково. За что мы им очень благодарны и надеемся, что и на будущее финальные мероприятия они всегда будут выбирать нас, как надежных партнеров мини-футбола России. В Золотой Лиге первое место завоевала команда Московского Политеха, Серебряная команда Тюменского государственного университета мужского состава и команда Сибирского федерального университета женского состава. В Серебряной Лиге первого дивизиона у мужской команды награду получил Липецкий государственный технический университет, а у женской Ульяновский государственный педагогический университет. Победители Бронзовой Лиги Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания Щелково. Победитель Бронзовой Лиге, телерадиокомпания Щелково. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...